Приветствую вас. Ключевой момент, который, который вот вам желательно для себя определить и выявить, это то, что вы хотите сохранить семью. Смотрите, какая штука. Вот именно семью вы хотите сохранить, вы хотите именно сохранить свою семью. То есть вам не так важен сам мужчина, сколько важно сохранить семью. И это, наверное, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что момент важный. И то, что вы описываете, то, что вы говорите, все это, в общем-то, довольно тревожно. Что вы готовы терпеть. Вы готовы терпеть. То, что, ну, мужчина вас бьет, вы готовы терпеть даже. То, что он упал в ваши глаза ради того, чтобы сохранить семью человека. Вот невольно хочется у вас спросить, а для чего, зачем сохранить семью? Вот вы говорите, что у вас ребенку десять месяцев. Может быть, из-за ребенка вы хотите сохранить семью? Ну так, а на пользу ли ему идет вот то, что вы... то, что происходит? На пользу ли ему это идет. Ребенку я имею ввиду. То есть, как бы это такой очень важный, на мой взгляд, момент. Очень важный момент, на мой взгляд. Который, ну вот, крайне важно было бы раскрыть. Для чего, почему вы хотите сохранить семью с человеком, даже если он относится к вам вот таким образом. Относится к вам вот так. Дальше, значит. Почему вас не насторожило? То, что мужчина бил бывшую жену, зато что вела себя не так. Поначалу все было хорошо, внимательнее был, интересовался, заботился. Сейчас за работу по дому и магазины на мне. Но вы же, вероятно, вы же к этому как-то пришли? К тому, что... Магазины стали нова. Вы же... Очевидно. Очевидно, что вы как-то к этому пришли. Очевидно, что это было не сразу. Этот процесс был не сразу. И очевидно, что это все происходило, ну, как-как бы постепенно. Да? Ну так, было бы очень неплохо, если бы мы смогли раскрыть, что значит постепенно. что изменилось. Ведь очевидно же, совершенно очевидно, что что-то изменилось. Совершенно очевидно, что что-то стало по-другому. Вопрос заключается только в том, что именно. Что именно стало иначе. Что именно стало по-другому. Когда мужчина начал относиться к вам не так, как раньше. И, наверное... Наверное... Ну, наверное, было бы уместно еще спросить о том, почему вы позволяли к себе так относиться? Опять. Почему позволили навесить на себя кучу всего, что он на вас повесил? Почему позволили так вести ему с собой? И вот еще, на мой взгляд, очень важная история. Важный момент. А... Почему вы нуждаетесь в том, чтобы он вам звали с работы? То есть, как так вот у вас вышло, что... вы в этом, грубо говоря, стали нуждаться в том, чтобы он вам с работы звонил. Складывается такое впечатление, что вам не хватает в какой-то степени внимания. С его стороны. Может быть... Природа этого заключается в том, что вы как раз-таки... нуждаетесь... 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 во внимании... нуждаетесь... в чем-то еще. Вот. Может быть, у вас страхи есть какие-то. Например, что вы одна останетесь. Женщины, которые выбирают... мужчин, склонных... к насилию, прям почти... всегда... боятся... оправдать. Почти всегда. Не говорю, что именно вы боитесь оправдать, но... что-то же... вас... удерживает... с ним вместо. Вот. Дальше. Значит, так. Ну, вы жалуетесь на него, он здесь, значит, что мне делать? Что делать, чтобы что? Схранить семью. Говорите вы. Схранить семью... Зачем? Вопрос, который я вам, ну... не могу не задать. Вы меня... за это... пожалуйста, простите. Зачем вам сохранять семью? Для чего вам сохранять семью? Почему вы хотите... этого? Почему вы хотите... этого? Почему вы хотите... сохранить семью? С этим человеком? А что будет, если не сохранить семью? Как в таком... случае вы... к примеру, будете себя... чувствовать? ощущать? И тогда. Вот. Мне кажется, что... на эти вопросы... необходимо найти ответ. Потому что это важно. Важно это, в первую очередь... для вас. разобраться... разобраться... как-то вот... в себе... разобраться... как-то вот... в своих ощущениях... разобраться в своих переживаниях... чтобы... понимать... что вам нужно. Вы говорите... что вам... страшно. Вы говорите, что вам... страшно... что мужчина... вас может ударить. Например. Ну, собственно, это... недалеко от Истана. Мужчина... действительно может вас... ударить. Потому что он это уже делал. И он тут сделает... снова. А вы... выкапываете этот интерфейс. Ну, вот... собственно, возникает... вопрос... о том... для чего. Собственно, тот факт, что вам... страшно... свидетельствует о том... что вы... не можете... себя защитить. что вы... возможно... боитесь... себя... защищать... возможно... боитесь... себя... защищать... защищать... может быть... может быть... конечно... я... ошибаюсь... но вот... в таком случае... я думаю... у нас бы не было... страх... ведь... страх... появляется только тогда, когда... человек... чувствует себя... незащищенным. вы пишете... дальше... что... хочу схранить семью, но он в моих глазах упал... если можно... так... вырезать... ну вот... хотелось бы... конечно... уточнить... здесь... что значит упал... потому что... мужчина ничего... такого... экстраординарного не сделал... он как... бил... своих... своих... не должен был... бить... вау... почему вы считаете... что он не должен был... бить вау... бить вау... бить вау... это вот... на мой взгляд... очень... интересный вопрос... почему вы считаете... что он... если он... не должен был... не должен бить вау... он был... так вот... в чем... эээ... ваше... такое вот... отличия от его предыдущей жены. Я не понимаю, что вы знаете это отличие, я с вами ни в коем случае не спорю, но мне все же кажется, что этого отличия недостаточно для того, чтобы мужчина изменился, а ваши ожидания по отношению к нему, я боюсь, что изначально являлись крайне беспочвенными. Вы уж простите меня за подобные слова, за подобные вещи, но я полагаю, что так, допускаю, что это очень неприятно, но мне все же кажется, что так. Ну и собственно вопрос, а из всего этого можно задать в таком ключе, вопрос он звучит, звучать будет, наверное, так, если мужчина упал, зачем сохранять семью? Если вы, я так, если правильно понимаю, больше человека не уважаете. Ну вот, вы, если человека больше не уважаете, так зачем сохранять семью? Как можно быть в отношении с тем, кого вы не уважаете? Даже не так. В отношении, что быть можно, можно ли быть счастливой в этих отношениях. Мне почему-то кажется, что нельзя. Ну, я очень надеюсь, очень надеюсь, что у вас есть своё мнение на этот счёт и вы сможете его, то есть своё мнение, как-то вот реализовать. Я очень сильно на это надеюсь. Вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Рекомендовал бы вам изучить в интернете с этом эзохистические отношениях, хотя и допускаю, что будет вам это неприятно, ну, будет неприятно подобное. Ну, лучше, лучше, мне кажется, изучить, чтобы понимали, с чем имеете дело, чтобы не жили в иллюзии. Например, ваш мужчина это такой, знаете, я бы сказал, садистический тип личности, к сожалению, это такой вот именно садистический тип личности, которому нужно испытывать сильные эмоции, которые хочет испытывать, сильные эмоции. и он будет продолжать применять насилие. Совсем эту ночь. Ну, а вы в этой ситуации эмоцистическая личность. Допускаешь же, что вас ударили. Ну, а иначе бы вопроса, такого, какой вы задаете, просто-напросто бы не стоял. Не было бы такого вопроса. Типа, что мне делать? Я хочу сохранить семью. И поймите правильно, я вас не обвиняю в ничем. Просто, хотелось бы, чтобы вы как-то лучше, может быть, представляли себе себе ту ситуацию, тот момент, в котором вы оказались. Чтобы вы не заблуждались, что ли, относительно вот тех элементов, относительно тех аспектов, которые произошли. Вот. Я очень надеюсь, что смог донести до вас смысл. Ну и, конечно, это проявление такой созависимости. Вообще говоря, из созависимости вам выйти будет самой сложно. Практически. Для родной, для людей очень редко выходят из созависимых отношений самостоятельно. Поэтому вам, возможно, потребуется помощь. Не останетесь обращаться за ней, за этой помощью. Дальше, если ничего не изменить, будет только хуже. А дальше, если ничего не изменить, ситуация будет развиваться куда более драматично. Ну, в принципе, это нормально, что ситуация будет развиваться таким образом. И вот, самый лучший мужчина чувствует свою, с одной стороны, безнаказанность, а с другой стороны, ощущая нехватку эмоций, он будет снова и снова пытаться их эмоции получить. И сделать для этого всё. И его ничего не останавливать. Не потому, что он плохой. Не потому, что, как вы говорите, он упал. Нет, нет. Просто, по-другому он не может. Если бы мог, было бы всё. Просто по-другому. Но он не может. А вы принять его таким, как он есть, он вполне, в общем, понятным причинам отказываетесь. Ну, было бы странно, если бы принимать. Было бы странно. С другой стороны, осталось сделать очень ещё важный шаг. А стал теперь признать, что в выборе мужчины, в выборе партнёра вы ошиблись. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Помните, пожалуйста, что всё можно исправить, но необходима работа. Работа, в первую очередь, необходима вам. Потому что у мужчины что-либо менять, мотивации нет и не будет. Его всё устраивает. Вот. Не нужно думать или считать, что всё потеряно, это было бы лужью. Но, как правило, такие отношения корректируются только, если мужчина сам решает обратиться. Психологу признавая, признавая, что у него есть какие-то проблемы. Ну, а поскольку мужчины очень редко обращаются и очень редко признают свои ошибки, очень редко признают, что с ними что-то не так, то вероятность этого, к сожалению, очень маленькая. И вот я не рекомендовал бы вам ждать. Пока мужчина дойдёт. Когда он дойдёт, когда и если он дойдёт, уже может быть слишком поздно. Поздно уже может быть для вас, поздно уже может быть для ребёнка, у которого будет искалечена психика из-за постоянных ссор на осилие и так далее. Ну и вам, вам в этой ситуации также будет крайне нелегко. Поэтому не доводите до, как говорится, греха, не говорите, не доводите до греха себя и своего мужчину. Вот. И постарайтесь, постарайтесь принять такое решение, которое вас устроит. Не думайте о мужчине, не думайте о мужчине. Думайте вам нужно, вам нужно о себе. Исключительно. И только. Потому что кроме вас. О вас. О вас. И, к сожалению, так получается, что и о ребёнке не подумает больше никто. Я вам ещё раз хочу пожелать удачи. Надеюсь, что всё у вас в жизни будет хорошо.